Для Кузнецка и его жителей малый и средний бизнес – основа экономики города. В нем занята значительная часть горожан. Частные предприниматели стали надежным источником для поддержки социальной сферы. По данным, на 1 ноября в Кузнецке ведут свою деятельность около тысячи юридических лиц и почти три тысячи индивидуальных предпринимателей. Эти люди за 9 месяцев заплатили в виде налогов 230 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Высокий уровень деловой активности в Кузнецке характеризуется также тем, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в городе постоянно увеличивается, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Альтернативы на данный момент нет, и она вряд ли появится, потому что сейчас тенденция такая, даже те структуры, которые формируются, новые будут формироваться, те наметки, какие есть по созданию новых точек роста в городе, они все равно по своему формату будут относиться к малому и среднему бизнесу. Социально ответственный бизнес, по мнению Сергея Златогорского, в городе присутствует. Предприниматели – это не только ответственные налогоплательщики, но и люди, которые вкладывают собственные средства в общегородские проекты, в том числе благотворительные. Заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы номер 1 по Пензенской области Мария Елескина отметила существенный рост поступлений налогов от производителей мебели. Также она сообщила о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в 2016 году. Речь, в частности, шла о новом порядке государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимательной, о ежеквартальной уплате подоходного налога в принципах патентной системы налогообложения. В ходе круглого стола до сведения предпринимателей также была доведена актуальная информация о новшествах законодательства в сферах архитектуры и градостроительства, защиты прав потребителей, пенсионного обеспечения и занятости населения. Продолжение следует...